Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Еще раз вернулась к сорту петруша-огородник. Летом я уже показывала зеленые кусты, потом я показывала спелые плоды вчера или позавчера. И сейчас я хочу вам показать петрушу именно поздно-поздно осенью. Тогда, когда многие томаты... Вот видите, я уже даже повыдергивала, тут уже и посеяла, эту горчицу вчера рассыпала. Многие-многие томаты уже засохли. Остался вот у меня сейчас показывала козанова, который пышет вот такой зеленью, он не собирается еще как засыхать. И приятно удивляет вот такой островок, такой изумрудной зеленой зелени, именно петруша. Потому что остальные, если вот так поверху посмотреть, сейчас вот проведу, видите, они уже томаты, что видно, у них последние вот эти периоды, они уже какие засохли совсем. Этот чувствует себя, как будто еще лето в разгаре. Смотрите, какая сочная зелень. Листики хорошие. Он еще цветет, еще завязывает плоды, еще хочет продолжать свою жизнь. Ну, на те плоды, которые вот сейчас маленькие, которые цветы, я уже не рассчитываю. Но хочу сейчас рассказать вам про одну особенность петруши, о которой я еще не говорила. Это вот когда основные, я же уже два урожая сняла, когда основной урожай весь поснимаешь, он начинает активно формировать плоды вот на этих пасынках, которые идут прикорневые. Я вот какие оставляла, видите, вот ствол, вот ствол. Вот прям от корня идет вот этот пасынок. Я летом вам его показывала. Ну, в смысле, что иногда можно оставить, иногда нет. И я говорила, что вот эти пасынки, если у вас короткое холодное лето, то лучше удалять, они не успевают. Я почти на всех стволах, вот видите, здесь нет, я почти везде удалила. И собирая урожай вот с основных вот этих вот стволов, мне этого достаточно. Я сказала, что мне достаточно этого. Но несколько пасынков я оставила для образца, чтобы показать вам. И я говорила еще тогда, что если у вас длинное лето, если вам позволяет погода, то вот на этих пасынках вы получите такой же полноценный урожай. Когда вы вот эти снимите, все поспеют, он будет еще продолжать образовывать плоды на пасынках. Ну, вот смотрите, несколько оставила. Даже у меня в сибирском регионе петруша, вот как только здесь он все сформировал, ну, сколько он посчитал достаточным, петруша начал формировать плоды вот на дополнительных пасынках. Вот эти пасынки, про которые я говорю, не обрывайте, он даст вам там урожай. Вот даже у меня, вот первые кисти, на этих пасынках, на прикорневых, они могут вызреть. В прошлом году он у нас до самого мороза плодоносил. Если не вызрют, в крайнем случае, можно сорвать, положить на хранение. Ну, вот эти все прикорневые пасынки у него. Вот они, вот они пасынки, вот пасынки. Вот из-за чего я начала снимать вот это видео и назвала его, что ждать от петруши в сентябре. От петруши в сентябре мы можем ждать еще одной волны урожая нового. Новое образование новых томатиков. Вот они, сейчас я пройдусь вам, покажу. Это же не единичные, вот которые остались у меня. Видите, вот прикорневой идет. Я тут уже и рассеяла горчицу. Уже поздно, но все убираю. Видите, вот прикорневой. Потом вот прикорневые. Он выпустил эти прикорневые пасынки. И вместе с тем, когда и тот урожай у него зреет. Вот видите, какой он. Он у меня нынче поразил меня урожайностью. Прям вообще весь в этих плодах. И вот на этих пасынках до самого-самого конца туда у него вот эти плоды образовываются. Так что, ну не всегда же у нас рано приходит зима. Ведь у нас же бывает и осень затяжная такая, теплая. Так что вызрюют не только вот эти вот на основном стволе петруши, которые висят. Хотя я уже сняла много урожая. Мне бы и того было достаточно. Но этот я, конечно, дождусь. Вот этот вот. И еще, возможно, у меня на вот этих на боковых пасынках, видите, они лежат как горизонтально земле. Они даже не подвязаны, потому что я когда подвязывала, их не было. Возможно, и на них еще вырастет, вызреет дополнительный урожай. Вот это петруша-огородник, про который я снимаю уже, по-моему, третье или четвертое видео, который проблемный и не у всех получается. Ну попробуйте еще раз посадить, потому что сорт, ну поистине, тоже уникальный. Смотрите, он какой зеленый. Он не подвержен никаким заболеваниям по большей части. Вот если кто-то пишет, что вершинная гниль, то это от состава почвы зависит. Почву известкуйте, добавляйте, чтобы был там кальций, какие-то вещества. Это не характеристика сорта. Это именно скудность почвы бывает, что обедненная, каких-то составляющих не хватает. Но сам петруша, сам по себе, если вы научитесь его выращивать, если он у вас начнет получаться, вы будете рады, потому что это урожай с самого начала лета и до самой зимы. Вот смотрите, как он еще дружно у меня увешан всеми этими плодами. Плоды спеют, плоды не мелкие, такие достойные. И как я вам еще показала, что еще и на пасынках пытаются дать урожай. Очень хочет угодить своей хозяйке. Все, до свидания. Вот это был петруша-огородник в сентябре. Что от него ждать? Второй волны урожая. Если хорошо будете ухаживать, он вас завалит вот этими плодами, такой вытянутой формы. Алые, красивые, вкусные. Все, до свидания. Все, до свидания.